приветствую всех друзья я правда максим и компания мяски сауны представляю вам мини баню это баня кабинка именно для парения внутри помещений сейчас мы находимся на фестивале иди в баню 2019 специально я не стал снимать обзор этой кабинки и печки новой который в ней широком формате уже кстати некоторые блогеры выложили видео и про саму кабинку и про печку расскажу я вот в этой бане кстати парили трое суток практически нон-стоп было с 23 по 25 число три дня банный фестиваль проходил сейчас он уже закончился последний человек отпарился все прошло на ура печка отработала отлично кабина показала себя отлично так мы расскажу теперь немножко о ней снаружи это брошированная вагонка сосна пульт управления самой электрокаменной и вентиляции диммер стоит на вентиляцию установлен замочек чисто декоративный для чего эта кабина вообще нужна нужно она в принципе для домашнего использования и можно пользоваться в личных нуждах те для тех кто любит баню именно это не для сауны именно вот эта кабина в принципе здесь можно сделать и сауну поставить простую электропечь и получится обыкновенная сауна вентилятор это второе дыхание расположен возле полка можно открыть можно закрыть то есть увеличить приток воздуха также вентиляции сзади выполнена она из нержавейки установлен вентилятор который выдувает напрямик то есть я сейчас покажу еще снутри как это все устроено снизу и сверху подходит питание подсветкой которая внизу расположена здесь все подключено так скажем навесное потому что это фестиваль подведено электричество то есть поверху как бы все такое времянка сделано все продаваемом виде конечно не так выглядит теперь пройдем внутрь так заходим внутрь баня только что отработала здесь ничего не убрано сейчас люди будут прибирать и вот изюминка этой бани печь печь называется арарат в данном исполнении на 6 киловатт а ну вообще вполне хватает 4 киловатт здесь такой дракончик который вылазит из печки и жерла то есть в принципе есть больше печки но там более гармонично смотрится можно в принципе без головы заказывать это электро каменка здесь есть верхняя закладка для получения крупно дисперсионного пара также можно со стенок снимать пар и есть пара пушка то есть она работает на высоком паре мелкодисперсионном размер этой пар ну так да насчет печки защита у нас из огнеупорова то есть проработала на повторюсь три дня практически без перерыва работала показала себя отлично выдает пар отличный теперь про вентиляцию есть верхняя вентиляция то есть открывая ее веничек для запаха висит полностью можно ее открыть она будет выкидывать вверх то есть если пар нужно сбросить приоткрыли дверь или даже можно с закрытой дверью она будет засасывать с огромной скоростью вентилятор работает на максимальной мощности можно диммером сейчас я уберу практически его не слышно сейчас опять мощность добавлю в принципе вентилятор ставится намного дальше его вообще не слышно то есть регулируется только диммером это уже человек который парит регулирует также есть второе дыхание она работает при включенном вентиляторе максимально клапан снаружи я показал его можно закрутить добавить и убавить то есть будет именно регулироваться поток воздуха здесь она вентиляция это не будет отражаться никаким образом то есть для человека который парит у него будет прекрасная вентиляция работать а для человека которому может излишки воздуха не нужны он будет наслаждаться тем что его парят полог поднимается поднимается но одной рукой мне неудобно это сделать здесь еще вентиляция мешает потом ставится то есть для просушки для уборки это очень удобно на полу на полу как видите листья специально сейчас ничего не убираю что была рабочая ситуация в общем здесь 5 сантиметров от бортовка вагонка выходит за рамки этого поддона так что вода стекающая по стенам попадает только в поддон вот здесь вот обратите внимание два дня пользуется налита вода только возле двери этот ну как люди выходят либо выливает воду то есть нигде ни в одном месте больше подтеков нету то есть хоть вот мокрая здесь идет куда-то вот струя отсюда потому что здесь вот в этой бочки веники хранились то есть мы соответственно подтекала по дно вообще в принципе этот поддон полностью герметичен откачка производится вот здесь эти вода видите производится помпой свои тоже покажу вот такая помпа устанавливается на зарядке стоит сейчас люди уже подготовили чтобы откачивать просто включается можно набирать либо в тазик либо ну сразу куда-то в канализацию второй вариант прямо становится слив но здесь нам не получилось у нас физически установить потому что организаторы не смогли в общем предоставить нам возможность продавить сцену в общем это было невозможно сделать поэтому был такой вариант в принципе устанавливается встроенный насос и уходит вода точно также благополучно же в канализацию вам остается только листья убрать так что у нас еще стены у нас внутренняя отделка кедр обработана восковым составом снаружи я уже сказал сосна в общем вот такая вот прелестная банька компании мяски сауны привет как тебя зовут меня зовут Алексей расскажи как тебе первый раз старался человек в этой бане вообще первый тестер клево клево говори правду только ничего не жгло там нет не жгло там теплый нежный всегда спрашивали не жарко хорошо это ты про пармастера а кто у нас парил парил дмитрий архипов и челябинска фар мастер сейчас мне дима орлов попарил кстати пока он еще в грязи я тут приортачиваю видео где его найти можно либо у бояринства в тылке либо через Артема Козельского в тему бане сейчас он попарился первый раз именно профессиональным парильщиком боялся конечно что печка будет не то выдавать поэтому поставили перестраховались добавили еще 2 киловатта в итоге она получилась в 6 киловатт я чувствую все таки многовато для квартиры это будет точно много 4 все таки будет как первоначальный вариант остановимся в принципе все устраивает особенно порадовала вентиляция именно по дыханию ни разу не задумался поймался на мысли что не хватает кислорода то есть дима меняет веник с пихтой холодненький и в этот момент я подумал что воздуха хватает то есть это одно из самых главных лично для меня в принципе ее сегодня даже печку немножко перетопили для такой бани она либо многовато потому что тэн лишний либо в самый раз в общем мне понравилось теперь будем дальше народ опрашивать и как вы парилили вас первый раз такой маленькая на прям какойто центр здорово не будем тебя за татьяна парит вот это нашей бане расскажи как ощущения ощущения очень хорошее Потому что Ваня, она особенная вот эта, мягкая, мягкая, и пар-пар сам ложится равномерно за счет того, что кубатура Ване мягенькая. То есть не надо его ловить под потолком, опускать, чуть-чуть на камень куполил, но он мягко ложится. Вот эта особенность, то есть он сразу по всему телу ложится, то есть не кусками, это супер просто, не в каждой дате такой области. Вот, за счет этого достигается релакс, то есть гости отдыхают, пар мягкий. С паром очень хорошо работать, задавая положительные программы человеку. Пар мелко, с пенсионной получается. То есть чем меньше пар, по структуре, да, отмягчивая, тем быстрее он впитывается в кожаный покров человеку. Соответственно, быстрее достигается результат. Это немаловажно на самом деле. То есть при минимальных затратах сил максимальный эффект. При максимальных затратах сил супер максимальный эффект достигается. Здравствуйте. Ну и как ваши ощущения? Здравствуйте. У вас Татьяна парила? Да, хорошо. Я вообще жаркий пар не люблю, но здесь было достаточно. Я доверилась этой бане, расслабилась. Вообще тепло мягко. Доверилась Татьяне, хорошо. Пар такой распределённый, мягкий. Хорошо. Привет. Баня просто... Здрасьте. Как ты? И хорошо. Нормально. Любишь баню? Да. Как тебе это? Хорошо. Есть какие плюсы и минусы? Да. Тут только плюсы. Только плюсы. Молодец. Ладно. Татьяна, дальше. Спасибо. Понравилось, да? Печка мягкая, тепло? Потому что эта печка новая и собираем отзывы именно реальные. То есть как человеку нравится? Да, было мягко и еще понравился приток свежего воздуха. Тоже понравилось. Ценили, да? Спасибо большое. Всем привет. Меня зовут Дим Орлов. Я приехал из Москвы. Вот сейчас на фестивале иди в баню. Попарил вот в этой баньке с печкой. Печка хорошая. Выдает мелкодисперсный пар. Одно нарекание, но по бане говорит, их не хватает немножечко. И, мне кажется, вот этот запарник, вот сюда иди в спиртку, его лучше перенести ближе к стенке, чтобы туда подливать. Это было бы удобнее, если бы он был ближе к стенке. И пару раз рукой зацепил, а он горячий. Вот. Опять же, пар отсюда выходит, тоже может немного задеть. То есть, местами поменять, мне кажется, будет до ногу. Задея просто была такая, что здесь будет запарник веника выше, и его брали. Ну, это лучше, чтобы наоборот дальше. Да, если мы его дальше поставили, я просто боялся, что он сохнуть будет. Ну, это экспериментальная печка. Для этого мы ее сюда привезли, послушать мнение профессионалов. Хочешь мелкодисперсный, хочешь инкодисперсный. Со стенок. Да. Так что, очень интересная печка. Хотелось бы с ней поработать в более больших паралитах. Будет лежать один пристой, как возможность. Вообще пар хороший. Печка очень интересная, красивая. Тайминка вообще супер. Ну, вот для индивидуального парения, для себя, я думаю, это вообще оптимальный вариант. Ну, для этого и создавалось. Да, да, да. Квартирный, домовой. Прямо квартирный, да, вариант? Домовой, да, квартирный. Прямо здорово, да. Итак, друзья, что могу сказать в итоге про эту печку, про эту баню, про эту конструкцию. В принципе, показала она себя отлично. Отработала три дня на фестивале. Пропустила масса народу. Реально, парения были с 8 часов до 12, до 11 ночи. Три, трое суток, нон-стоп. То есть, печка качала. Хотя она реально, еще раз говорю, она не предназначена для профессионального парения. В том смысле, что каждый день она не рассчитывалась на это. Ну, реально она отработала без проблем. Единственный размер. Понятное дело, мы кабинку увеличим. Вообще, размер это, ну, не принципиально. То есть, можно сделать, в принципе, любого размера. Соответственно, печка будет тоже подобрана соответствующего объема. Баня, как видно, работала. По стенкам видно. Сейчас вот меня только-только попарили. Парился здесь с шестью мастерами. Меня шесть человек парило. Разные школы, разные стили. Все пармастера довольны. Единственное, да, подчеркиваю, что, ну, размер, да, для профессионального парильщика кабинки не очень подходит. Но, опять же, последнее паренье только что. Меня Дима и Татьяна вдвоем здесь парили. То есть, четыре руки. Так что, заказываем бани, заказываем печи. Не стесняемся. Отличная, отличная просто получилась банька. Продолжение следует...